здравствуйте друзья сегодня 23 февраля и у меня праздничный ужин ужин вот с такими уточками крякую видите одна более жирная другая менее жирная вот это вкуснее еще одна есть поменьше типа черка так что друзья сегодня у меня очень вкусный ужин для себя любимого и гостей праздник их праздник время февраль а я доедаю последних уток вот она правильная охота с правильным распределением мяса на весь год радость каждый день что же я возьму для этого я возьму пасту шашлычную майонез пару лучков вот такой острую острую аджику чуть-чуть буквально я буду ложить чесночок обязательно ну конечно перчик обязательно перчик ну и конечно обязательно соль вот такой у меня получается расклад и сегодня я это пожарю покажу вам как это делаю я весь смысл прожарки утки в конце когда надо сделать мясо более мягким концу того как и кого-то жарится она становится жестче и вот этот момент не надо пропустить прозевать потому что именно в этот момент утка становится жесткая в конце когда уже мясо готово она начинает сжиматься и чтобы она была мягким я использую свой метод которым с вами сегодня поделюсь и вы увидите как это сделать на самом деле дикой утка готовится где-то 40 минут чем больше вы ее дальше жарите тем жестче она становится и потом некоторые говорят что дикое мясо не вкусно и жестко конечно если его переживать вопрос в том кто жарит это мясо так что друзья давайте смотреть готовку жарить дикой утки феврале месяце на праздник 23 февраля охотник радует себя сам своей добычей а всех поздравляем с праздником давайте смотреть видео ну вот и начинаю я свою готовку вот мои уточки а начиная как всегда подогрева с прогрева сковородочки масло я люблю я его никогда не жалею ну сейчас пойдет свой жир еще так что сначала ждем пока зашкварчит сковородочка и после этого положим наших прекрасных уточек часть из них порежу а то оставлю целиком для красивого вида и будет шикарный такой вот праздничный ужин хороший день а на улице минус 25 труба давит вверх напротив моего окошка и такой сегодня плохой ветер не захотелось идти на шашлыки о планах были шашлыки из бобра на островах ну что ж ладно будем ждать следующий раз вот сковородка закипает нагревается масло я начинаю ну и вот друзья я начинаю запуск своих уточек вот так сливаю немножко не забываем как вы видите есть такие дыры и возможно там есть дробь смотрите положим и это корни неправильная постановка вопроса потому что ложить надо первый раз брюхом вниз снизу путиный жир который придаст самый вкус то есть я вот так вложу вот этой жирной части вниз смотрите вот так максимально все где желтая все вниз вот таким вот образом этот жир очень хорошо топится ну пока просто вот так все подряд шейка здесь рыбочек попался ну и как то вот так вот друзья ну и следующий вопрос я уже который слышу от некоторых из вас да еще здесь есть это невкусно да это маленькая утка ребята это допыда своим трудом мясо очень вкусно магазине вы его не купите это настоящая дичь для настоящих мужиков так что вот так вот а теперь я ее закрою солить пока не буду минут где-то 10 жду потом солю переворачиваю жду еще минут 10 на той стороне и увидим что из этого получится потом уже будет самая заключительная стадия и готовки а пока я начинаю чистить лучок чесночок и готовится приправы той какие сейчас найду дома так что давайте смотреть как вкусно получится дикая утка приготовленная феврале ну и стрелянутое конечно до 2 года в пределах сезонов охоты и нарушаем закон ну и вот время лука первую луковицу я нарезал вот таким вот образом не убираю заски так удобнее беру вторую луковицу и делаю уже такие большие кольца то есть я люблю и так и так ну большие кольца придают какую-то красоту и изыск что ли какой-то завершенный блюдо такого красивого и как бы становится более приятно кушать и вот так пока оставляю теперь чесночок обязательно чесночок у меня не крупный потому что выращен в своем огороде поэтому не стесняюсь я его зато он ядреный настоящий ядреный чесночок кушаешь и радуешься и дышишь как змеи городич маленький ядреный но вот лук этот купленный на самом деле еще бы лук деревенский привезти у нас почта такая что деревенский лук он не такой красивый но тоже такой ядреный и острый очень ну а чеснок можно и в огороде в городе посадить поэтому чесночком проблем то нет а лук свой уже ведь закончился делаю к весне сажали много ну и ладно и мне этого вполне хватит чесночка я никогда не жалею это ведь дело такое хуже не бывает как про то что кашу масло не испортишь так и нельзя испортить мясо даже не обязательно дикое и чесночком и луком и перцем ничем от этого она только вкуснее насыщеннее вот глаза умножить немного даже слезятся от лука это хорошо значит и самый плохой лук что лук должен давать сок от которого мы с вами все плачут это нехорошо это придаст пикантность нашему блюду и конечно же и повторений незабываемый вкус печи так друзья ну чесночок да немножко мелтоват но вот некоторые его еще будут ну я как-то не сторонник я вот даже его не буду пополам может быть разрежу но очень мелко резать не буду готов его прям так жевать что я и сделаю когда полностью пожарю я несколько чесночок чесноковин просто так положу чтобы их прикуску кушать вам уже все вы знаете вирусы страшные виталий но от страшного вируса вот такой невзрачный чесночок чик может помочь лучше всех я вот так положу его пополам порежу прошу вышел собственно когда жарить вот этот сам неповторимый вкус он почти весь уйдет но в мясо вот этот запах привкус чеснока сильно довольно таки проникает получается очень вкусный мясо ну конечно специи главное вовремя положить все лавы я это покажу посмотрим что у нас кипит ну вот прошло это порядка пяти минут наверное ну подождем еще минут пять и можно будет переворачивать ну его его друзья пришло время посмотреть 10 минут прошло что я сейчас сделаю я открою и сейчас вы увидите что снизу очень много стало жира это вот этот жир который сутки посмотрите начал поджариваться вис как переворачиваю это вот этот жир топится я его оставлю некоторые жирные кусочки немножечко я местами поменяем буквально чуть-чуть пути чуть-чуть перевернул и вот только теперь я начинаю солить эту сторону уже перевернутую но самое главное что вот по крайней мере я не знаю как остальные мое мнение главное то что не надо ложить сейчас перчик и за что тогда перчик положим вы вот сюда и когда в следующий раз перевернем этот перчик очень быстро выгорает и очень невкусно получается и поджарено так нехорошо получается поэтому я его еще раз переверну посолю дождусь когда уже вот это все начнет готовиться получше вы только после этого поперчу добавлю специи всего остального ну в общем не все это увидите давайте смотреть ждем еще видео 10 минут ну и вот друзья пришло время смотрите как все это шикарно шипит надеюсь вам видно как это все кипит но это лишнего воды на самом деле я ее конечно же уберу а пока та сторона мне осталась веса любую поэтому теперь уже можно это все переворачивать все поворачиваю сверху положить воду я потом уберу в конце всего этого действия ну вот так сделал вывод друге теперь я уже солю люблю весу вот так и вот теперь уже вот теперь уже можно насыпать и перчик потому и перевернем конечно тоже но он успеет уже вот этот перчик уже мясо мягкое практически готовое он успеет туда пропитаться именно уже в мясо войдет в мягкое и будет даст свою изюминку так сказать все все здесь все и ради интереса обязательно проверяю чуть-чуть 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 уходит немножко это замечательно значит еще раз закрываем и еще немного ждем потом перевернем поперчу уже добавлю лука чеснока и прибавлю газа конечно чтобы ушел ушла надо что вот эта вся лишняя вода здесь не нужно уйдет я хочу сделать поджаристую вкусненькую утку давайте смотреть дальше процесс приготовления утки ну вот друзья мы уже ближе к цели смотрите все как замечательно и вот теперь уже я начинаю прибавлять газ уже довольно от души прибавил ну перчиком ничего не испортишь я все-таки добавлю еще немножко перчика просто я люблю перчик как-то так крышку я пока не закрываю и смотрите что я делаю теперь вот теперь я переворачиваю смотрите какой прекрасный венок получается но но как вы видите много жира и много воды вышло но это может быть даже вода потому что утка была все-таки заморожена лежала в холодильнике и какая-то вода все равно осталась проморозилась еще что-то поэтому сейчас я сделал вот так вот таким вот образом контрольная проверка и пойму грудка то какая прямо ну немножечко кровь течет но мне это не страшно главное что все готово и вот я ложу ну ложу я сейчас вот эти полукольца положу вот так люблю я все форму потеряю смотрите и положу весь чесночок сразу вот смотрите сколько луку мне еще осталось и вот теперь у меня газ очень сильный но мне надо из лука выпустить посмотрите я крышку до конца не закрываю оставил вот такую щелочку как бы пар будет копиться но вода будет уходить газ у меня прибавлен и сейчас я должно испаряться и начинать подгорать я жду момента когда она подгорит чуть-чуть я ее начну переворачивать она горит с той стороны и вот момент когда специи надо будет добавить которые мне нравятся надеюсь вам будет интересно и все это увидите и запомните для себя ну и вот друзья снимаю крышечку вода еще все таки осталось и я уже не буду закрывать крышку часть вот так делаю весь этот мой лук уходит вниз вот конечно потом пригорит я почти что уверен но страшного ничего нет свою роль сделал то что мне надо было то есть сок вот этот сок который должен был напитаться в мясо смотрите теперь по сути она готовая вода мне не нужно я люблю подарками даже чуть-чуть подгоревшие даже если можно так сказать вот теперь я ложу крышечки не ломается но после эти крышечки уже так сильно не проварятся наверно останутся в кольме своей первоначальной постараюсь оложить их отсюда наверх все таки чтобы сок сыром из них выходит от листья температуры и получается вот такой у меня вариант ну ну я то люблю перец я его добавлять могу пока все не почернеет к тому же персик часть перца который я до этого делал он уже внутри мяса сверху и эту часть перца конечно сгорела и вот сейчас уже перчик совсем другой огонь у меня еще пока не самый фиды средники но сейчас он прямо на глазах весь уйдет открою окошечко немножко мы с вами прервемся покажу я вам температура за бортом а за окошком минус 25 ну эту пару я поздно открыл окошечко ну ладно возвращаемся на свое место наблюдательное скажем так и ждем когда вода полностью испарится и начнет у нас утка подгорать прямо чуть-чуть но этот момент еще минут 3 5 немножко прервемся ну и теперь друзья самый интересный момент я вот этот лучок уберу в стороночку смотрите он мне просто нравится все у нас уже готово вот что я делаю вода сейчас будет прям выкипать на ходу вот она уже поджарилась вот что-то положено вверх переворачиваю следующую и вот так вот я их всех чуть-чуть переверну ах как звучит это песня это песня просто вы не знаете что такое гусь как говорил паниковский так что паниковский был прав ребята вот смотрите я перевернул у нас готово все по сути можно кушать но остается интересный момент я беру вот томатную пасту почему конечно хорошо бы летом положить сильные помидоры это идеально вот так это мой рецепт пользуюсь я им уже много лет пришел долгими путями годами и вот смотрите что я делаю я поверх делаю майонез опять же перевернули ну какой мужчина не любит острого это не мужчина конечно еще перчик который будет подогревать наш мужскую страсть ну уже так немножко чтобы он остался именно вот в майонезе и томатной пасте но все вы видите все это находится на месте никуда не девается я вот сейчас вот так вот сделаю вот вот самый тот момент который придает по моему шикарный вкус всему мясу вот у меня вот так да и смотрите дальше я не буду выключать оно кипит оно довольно быстро выкипит я делаю вот так вот и прибавляю газ вообще на полную для чего сейчас вот это все у меня очень быстро паром нагреется и немного впитается в мясо прямо буквально потерпите одну минутку не отхожу от сковородки и мне надо чтобы вот этот майонез с томатной пастой прошел туда самые идеальные конечно свежие помидоры прямо наложить свежие помидоры вот этот сок помидорный но в магазине я не хочу сейчас брать помидоры не то вот если бы были помидоры с огорода то было бы хорошо и вот эта паста помидорная вот томат самое вкусное пробовал с кабачками эффект тоже самое очень шикарно очень вкусно и вот прям буквально минуту я жду полминуты минуту вот смотрите уже такие вот потеки пошли у меня вот эта паста впиталась в это мясо вот в чем самый номер коронный и теперь смотрите переворачиваю я все это той стороной которая у меня вышло как будто вся эта утка уже сейчас все это густеет и становится как будто оно в подливе такой кипит в этом весе смысл чтобы вот это все пропиталась внутрь этого веса и махнул бы немножко шейко вот так по сути все но но пожар кайсовки дождусь а джеку я добавлю по вкусу уже потому что я не один ем и опять немножечко сверху ну тут хуже не будет томатная паста вот воду дала немножко но это не страшно сейчас все это быстро выкипит вот так потому что и так все плавает мне нравится вот именно чтобы вот поверх вот этой большой тушки где это большие вот эти кусочки ну и все закрывать уже точно не буду она готова она уже с удовольствием можно кушать уже прибегал один товарищ спрашивал самый главный по уточку самое интересное у меня кошка есть утку удовольствие как бы это ни странно не казалось смотрите я сейчас все это кипит представляете как это все будет вкусным о как это все пропитается я думаю будет просто шикарно сейчас я жду когда эта вода выкипит буквально пять минут ну чтобы не затягивать видео по чуть-чуть хотя пускай идет давайте посмотрим до конца а пока немножко пообщаемся по поводу сколько же уток человеку надо на самом деле может вы подумали мне миллион уток нет мы же не едим каждый день и жарим но запас десятых уток в холодильнике я думаю после нового года должен оставаться у каждого охотника чтобы в любой вот такой праздничный момент а вдруг гости две-три пожарить и вот видите у меня всегда остается где-то до 23 иногда до 8 марта остается две-три утки и согласитесь очень приятно поесть дичь уже практически весной уже скоро новая утка прилетит ох она начинает рассыпаться смотрите пусть поджарится посильнее уже прилетит скоро новая утка и я думаю весенней серии здесь конечно не такой жирный как осень вот сейчас-то они такие жирные весной он дохленький но весенняя охота она интересна она красивая она романтическая наверное даже поэтому сейчас я жарю уточку разговариваю с вами на хорошие и добрые темы а сам все это вдыхаю и еле сдерживаюсь не ухватить отсюда кусочек и съесть если честно прямо вот стою вот наверное ну вот он я делал чуть-чуть выше экрана выше телефона она вот прямо нацелена на кусочек и вот хочется его схватить и съесть если честно ох как все это прожарилось ребята смотрите ох какая достава ай-яй-яй-яй а там кружок ой брызнул это что-то это что-то о как это все прожарилось я это супер вот он самый вкусный это желудочек он тоже поджарился ох ты вот это да конечно не терпится схватить просто не терпится еще кусочек не застался его достану он уже наверное подгорит нельзя вот так и буквально полгинутки жду вот это тоже уже сидит вот так смотрите какая мёдная корочка ну что ж наверное все готово и сейчас я буду выкладывать это чудесное блюдо на тарелочке давайте смотреть финальную часть этого действия ну что ж друзья ну вот оно наше чудо готово первое я выкладываю вот эту чудесную как вы видите муточку такую прям ах какая она румяная это не передать словами я ее положу отдельно для отдельных товарищей потом объясню а сам беру и накладываю вот эти все мои отдельные крылышки ножки и все все очень вкусненько скажем так вот сюда то что я разрезал по частям то что я разрезал по частям и вот такие вот образы так так вот так тут еще что-то было ну конечно немножко позгорело вот это я так и хотел в принципе и часть лука вот этого она осталась как бы в хорошем я ее забираю с собой ну часть конечно же сгорела вот так и должно было быть ну вот и все кожу я возьму я ее люблю все остальное у нас ушло остаток остаток а я беру это вкусные чудесные блюда ставлю вот сюда сажусь за прекрасный стол что я имею вот такие чудесные блюда хлеб обязательно ржаной вот посмотрите поближе какие они вкусные блюда покажи ближе все батарея садится так беру шампанское друзья сегодня же праздник с праздником вас друзья всего хорошего вкусно питайтесь вкусно ешьте будьте здоровы счастливы удачи вам увидимся на канале все